ОМТВЮА про головное. Укропнение, утончение рассматривания под микроскопом. Ну и выкладка этого обобщенного материала за прошедшую неделю говорит о том, что фронт активизировался в сфере применения дальнего огневого поражения. И за этот год впервые за неделю было превышено количество массированных ракетно-авиационных ударов и дронов по стратегическим объектам в глубине территории Украины и достигло 60 ударов. Извиняюсь, 40 ударов. 40 ударов это больше, чем любая другая неделя, которая была уже в 2024 году. С другой стороны, обстрелы нашей территории, Украиной, возросли до 164 ударов. В отличие от массированных ударов ракетно-авиационных, которые мы наносим в глубине территории Украины, это артиллерийские сосредоточенные удары, которые имеют свою эффективность основную в 90% случаев на глубине до 10-12 км от государственной границы или линии боевого соприкосновения. Но, тем не менее, количество беспилотных летательных аппаратов, которые отмечаются, сбиваются или достигают своих целей в глубине нашей территории, тоже заставляет задуматься над тем, чтобы повысить эффективность нашего ПВО непосредственно защиты объектов. Под каждый куст на маршруте пролета беспилотного летательного аппарата не поставишь. А с помощью американских систем космической разведки, радиолокационной разведки и радиотехнической разведки все-таки скрываются системы наших ПВО, их режимы работы. Они не могут быть включены 24 на 7. Эти системы требуют обслуживания, они требуют перезарядки, перезаправки. И поэтому существует специальный график у ПВОшников, какие станции уходят на регламентные обслуживания, а какие вместо них включаются дополнительно. Но, тем не менее, в 80% случаев применения этих дронов украинцами по нашей территории показывает, что 80% этих беспилотных летательных аппаратов уничтожаются уже непосредственно на подлете к объекту атаки. Если уничтожаются, да. Если уничтожаются, но... Потому что эти атаки в последнее время на нашу нефтяную инфраструктуру, меня, конечно, бесит, потому что это очевидные вещи. Я сейчас не готов сказать точную цифру, но по тем данным, которые есть в интернете, это совершенно не точно, и я не берусь, значит, сейчас спорить и отвечать за эту цифру, эффективность сбития этих дронов в глубине нашей территории составляет 0,25. 25%. Остальные так или иначе, или падают по собственной инициативе где-то, либо достигают своих целей. Но эта цифра... Мы оценивали 0,7, свою ПВО, в период, когда стояла угроза налетов беспилотников на Москву в 23-м году, когда массово летели в центр Москвы эти беспилотники, и тогда действительно мы достигали... Но Москва задачу решила, да. Вот не только Московский регион, но этот маршрут через Калугу, от Шостка-Москва, когда линейку ставишь, посередочке Калуга получается. Вот на этом маршруте, если посмотреть карту вообще нанесения ударов беспилотниками, то самое густое облако нанесения ударов, да, конечно, Московский регион, и вот эта тропинка от Шостки до Москвы через Калугу. Что еще можно сказать про эти беспилотники? Они самолетного типа, сильно напоминают Байрактар. В основном это самолетного типа, и не только размеров с Байрактара гораздо меньше, 3 метра где-то размах крыльев, 3,5 метра у Бобра, который долетал до Москвы и долетает до других объектов. Это Украджет нескольких уже модификаций, которые в последнее время поставили на реактивный двигатель, и используя реактивный двигатель, он развивает и большую скорость, а большая скорость влияет на быстродействие нахрого ПВО, и, соответственно, не всегда ПВО успевает срабатывать с учетом полета самолета на высоте до 50 метров. Вот эти все характеристики, они очень важны, потому что если он будет со скоростью 800 км в час лететь на высоте километра, например, его, конечно же, собьют на самых дальних подступах. А вот быстродействие аппаратуры ПВО и умение сработать различными расчетами, то есть один обнаружит, передает целеуказание на другой, например, расчет ПВО, когда самолет на большой скорости летит на малой высоте, это представляет опасность. А сейчас Сергей Згурець долучился, и это значит, что начнутся военные подступки тижня. Виталий Василь, Виталий, нашли дачу. Сегодня мы действительно будем говорить про то, что происходило на ленинге фронта впродолжь тижня, какие были топовые события, про удары по российской энергетической структуре, про действия российских добровольцев на территории Российской Федерации, так же с боевыми действиями, ну и про оптимистичные сподівания керівництва завода компании RedMetal разгорнути в Украине виробництво боеприпасов. Про это за мыть. Розпочинаем. И, звичайно, цей тиждень была прикута увага, перш за все, до подій на лінію фронту в Украине, але також, оскільки лінія фронту в нас вже два роки, люди це кожного дня читають, а тут щось нове сталося, ну як не нове, а новий виток, можливо більш масштабний, це захід певних угрупувань росіян на територію Росії, яку вони прийшли звільняти від Путіна. Як російський добровольчий корпус, там також батальйон Сибір і легіон свободи Росії, зайшли в Білгородську і Курську народні республіки для того, щоб звільнити їх від окупації Москви. Дійсно, це новина була достатньо важлива. Зараз вона перебуває в розвитку. Ми говоримо про те, що дійсно російські добровольчі об'єднання, їх три, це легіон свободи Росії, російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон, вони зайшли на ділянки в двох областях Російської Федерації, це якраз Білгородська і Курська. В Курській це населений пункт Тьоткіно, який зараз контролюється російськими добровольцями, а два інших населених пункту – це Козинки і Сподарюшини, де там ідуть так само бойові дії. Фактично, це рейдові дії цих російських підрозділів. Головна мета, як заявляють їхні керівники, насамперед домогтися того, щоб у росіян була альтернатива в розумінні того, як має розвиватися ситуація на Російській Федерації, і це якраз спирається на військовій потужності цих організацій. І ми бачимо, що дійсно використовується і військова техніка, використовується і танки, і РСЗВ, що говорить про гарну підготовку цих підрозділів, які зараз діють на території Російської Федерації. Звісно, ефект інформаційний, політичний, пропагандистський, він переважає над військовим ефектом, і росіяни можуть подивитися, яка справді може бути альтернатива такому голосуванню, яке зараз відбувається на Росії. А з точки зору військового сенсу, він не є таким значним, але все-таки теж треба розуміти, що і в цьому сенсі є певні нюанси. Тому що Курська, Білгородська, Брянська області, там десь при кордоні розташовано близько 20 тисяч особового складу російських військ. Зокрема, це там і регулярні частини російської армії, прикордонники, і розгвардя. І зараз вони, власне, втягнуті в ці боєві дії, аби отримати цю ділянку. Ну і вишенка на торте сьогоднішнього дня самоліта Люфтваффе. На фоне, як вони кажуть, угрозы нападення Росії, начнут патрулировать воздушне пространство стран Балтии. Шість істребітелів «Еврофайтер» і около 200 немецких солдат вже зараз розміщені на латвійському военному аеродромі Лейлварде. Голосом разума выступила глава МИД Венгрии Сиярта. Заявив, що страни НАТО должны избежать столкновення з Росією, в противному влічі Европу, а за нею всю планету, як він виразився, накроють ядерний пепел.